МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко облакан. Россия против террора. Во всей стране сегодня проходят митинги, приуроченные ко дню борьбы с терроризмом. Магачкала не стала исключением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасные качественные дороги. На всероссийской конференции обсуждали статистику ДТП, проблемы и перспективы транспортной отрасли. Глухое отрождение, сильный в бою. Дагестанский единоборец Соскар Аскаров дебютирует в ЮЦИ. Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о жертвах терактов. Махачкала не стала исключением. Здесь глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в акции, посвященной памятной дате. Так, напротив здания МВД республики прошло торжественное возложение цветов к мемориалу погибших при исполнении долга сотрудников правоохранительных органов. Каспийск также не остался в стороне. На базе Республиканского центра образования сегодня там прошел форум. Формы и методы профилактики терроризма и экстремизма. Участие в мероприятии приняли чиновники Министерства образования и науки, правительство Дагестана, сотрудники прокуратуры, представители религиозных конфессий. Начался форум с круглого стола на тему современной практики противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде. Затем для детей провели тренинги, квесты и спортивные состязания. Помним и скорбим под таким названием. На месте теракта 9 мая 2002 года прошла также ежегодная памятная акция, организованная мэрией города. В ней традиционно приняли участие работники администрации, общественных организаций и рядовые каспийчане. Тем временем в Дербенте в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом на главной площади города состоялся митинг в память о трагических событиях в Беслане. Учащиеся местных школ исполнили песни и стихотворения, а также устроили флешмоб. Ребята выстроились в фигуру солнца, символизируя мир и дружбу. В это время ученики младших классов изображали мелками на асфальте рисунки на тему «Нам нужен мир». Коллектив театра «Кукол» и юные участники литературного клуба «Креатив» провели представление, которое также было посвящено памяти жертвам. Страшных событий в Беслане и проходило под общим девизом «Скажем, террору нет». В его рамках состоялось открытие выставки детского рисунка и благотворительный показ спектакля на военно-патриотическую тему «Петрушка на войне». Терроризм – это гибель живого, это крики на детских губах. Это смерть ни в чем не повинна. Стариков, женщин, детей – это подлое злоодеяние, озверевших жестоких людей. Мы работаем для детей. И, естественно, наша задача – воспитывать детях через наше искусство, воспитывать в детях самые прекрасные качества. Но мы не должны забывать о том, что… Мы должны детям говорить о том, что такое террор. Мы должны говорить детям, что такое война, что она несет, что надо беречь наш хрупкий мир. Жизнь, как свеча. Первый в республике центр амбулаторной и онкологической помощи заработал на базе Кизлярской центральной городской больницы. В нем будут обслуживаться пациенты из Кизлярского, Тарумовского, Бабайуртовского и Ногайского районов, а также из Южно-Сухокумска. До конца года планируется дооснастись учреждения дополнительным диагностическим оборудованием. При выявлении подозрения на онкологических процессах в территориях пациенты будут направляться в центр амбулаторной помощи для последующей диагностики и уточнения диагноза. И с установленным диагнозом, морфологически подтвержденным диагнозом, пациенты будут направляться в специализированный онкологический центр для получения лечения. В последующем, после полученного специализированного лечения, это может быть комбинированное лечение, оперативное лечение на базе нашего онкологического центра, пациенты для последующей химиотерапии могут быть направлены в центр амбулаторной онкологической помощи. В ближайшие годы в Дагестане планируют открыть еще три подобных центра. В Буйнакске, Сбербаши и в Нсокульском районе. Работа в этом направлении идет в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Статистика ДТП, развитие сети федеральных автомобильных дорог, проблемы и перспективы транспортной отрасли. Эти и другие вопросы обсуждали в ходе Всероссийской конференции, посвященной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в Дагестане до 2024 года планируется ремонт и реконструкция более 500 километров автодорог. На эти цели выделено около 11 миллиардов рублей, 6 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Участники конференции отмечали, что проект в первую очередь призван сформировать в обществе культуру безопасного вождения, а также организовать контроль за повышением качества дорог. «Организация дорожного движения в больших городах, таких как Мавишкала, Тербент, Гизляр и так далее – это очень важный аспект жизни населения. И если мы наладим эту работу, если у нас будет нормальная разметка, будут нормальные парковки, если правила дорожного движения не будут нарушаться в такой степени, как сегодня, если люди смогут безопасно переходить дорогу там, где это положено, я думаю, это будет очень большой шаг положительный». Кроме того, основной показатель регионального проекта – снижение смертности в результате ДТП в республике до уровня не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения. Тем не менее, несмотря на появившуюся положительную тенденцию, ситуация на дорогах республики все еще остается сложной. «Состояние безопасности дорожного движения на сегодняшний день в республике оставляет желать лучшего. Безопасность у нас, ситуация с безопасностью достаточно сложная, поэтому мы применяем все рычаги и механизмы, которые могут дать хоть какой-то результат. Сегодняшняя площадка – это научно-практическая конференция, это огромный, как говорится, хороший опыт, прекрасная возможность не только нам, как надзорному органу, высказать свои претензии и позиции по несоблюдению тех или иных правил дорожного движения, но и возможность выработать некую общую позицию с прокуратурой республики и Северо-Кавказского федерального округа по надзору дальнейшим действием. Ну и в то же время прийти к какому-то новым подходам к обеспечению безопасности дорожного движения нестандартным, инновационным». Дербент перестанет загрязнять Каспий. Уже в 2019 году две трети стоков будут выводиться на расстоянии 1 км от береговой линии, что положительно скажется на экологической ситуации. На возведение очистных сооружений федеральным правительством выделено 430 млн. рублей. В настоящее время производится укладка трубы глубоководного выпуска воды длиной около 1,5 км. «Подрядная организация по собственной инициативе, согласовоз администрации, решила увеличить протяженность трубы на 20 метров, так как в ходе проведения в последующем правоохранительными органами проверок могут возникнуть ситуации, когда протяженность по суше или в морской части окажется меньше, чем отражено в актах. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, решено увеличить общую протяженность глубоководного выпуска на 20 метров». Махачкоринские мастера с баллончиками краски за считанные дни преобразили энергетические подстанции в Кизляре. Теперь неприметные до этого объекты радуют глаз прохожих и гостей города. Продолжение темы – сюжет Луизы Раджабовой. Четыре дня, четыре художника, 300 баллончиков краски. В результате три энергетические подстанции в Кизляре стали без преувеличения настоящими арт-объектами. Обработалось нам очень спокойно, никто нам не мешал. Местные жители, наоборот, поддерживали, хвалили нас. Ребятам, которые работали во дворе, даже их кормили, поили водой, учитывая погоду, которая стоит на улице. То есть все жители шли навстречу, всем было интересно, все говорили, что это очень красиво, и что они рады, что в Кизляре появились такие работы. Это получается своего рода подарок городу Кизляру от нас. Удивительно, граффити на подстанции случайным образом стало продолжением мозаики на фасаде Дворца культуры, созданной при его открытии еще в начале 80-х. Друг на друга теперь смотрят изображения космонавтов, исполнения мастеров разных поколений и разных видов искусства. Мы привлекли граффити дизайнеров, это очень толковые, грамотные ребята, очень талантливые ребята, которые с удовольствием согласились, приняли решение такое и приехали сюда. Общаясь с жителями этих районов, они все просто благодарят, говорят спасибо за то, что хоть как-то разнообразили эти подстанции, которые были в таком сером виде, обычном виде. Арсен Абдулаев 10 лет занимается граффити. Подстанция, разукрашенная его руками, теперь станет новой фотозоной для посетителей кинотеатра. Это было немножко продолжительно, но если бы утром встать, обалдеть. Вот так вы увидите. А мы, конечно, видели вечером, весь их труд видели. Ой, молодцы! А жителям Черемушки повезло дважды. Именно в этом микрорайоне расположены две обновленные подстанции. Одна из них призвана поднимать настроение всем прохожим. Ведь на ее стенах десятки разноцветных улыбающихся смайликов. Художники Джамал и Эльдар напоминают всем об улыбке еще и соответствующим хэштегом «Улыбайся». Предназначение этих подстанций, вы, наверное, знаете, у них, наверное, больше такие деловые у них качества по поводу обеспечения населения электроэнергии. Ну, я считаю, что наша электроэнергия, те, кто подключен к нашим линиям, они довольные люди. Но такую маленькую территорию радости, которую нам ребята подарили, это большой плюс. И я думаю, если в дальнейшем таких будет больше территорий, наш народ просто будет рад. Андрей Калугин давно хотел испытать свои силы и реализовать идею, возникшую у него давно. И теперь во дворе девятиэтажек со стены подстанции на всех смотрит девушка с жемчужной сережкой, автором которой является нидерландский художник Ян Вермиар. Теперь граффити шедевра красуется и в дагестанском городке. Ну, идея как бы давно была что-то такое изобразить свое. Сейчас организаторы, спасибо им, дали возможность, площадку большую, чтобы реализовать это все. Ну, хотя бы, чтобы сохранились жители двора, но я думаю, они будут смотреть за этим всем, потому что все были как бы радостные. Постоянно улыбки людей проходящих, постоянно кто-то что говорил, хорошее. Ну, честно говоря, было уютно работать. Именно эта работа, изображение девушки с жемчужной сережкой, получила главный приз – смартфон. Ребята надеются, что подобные фестивали послужат развитию культуры граффити в Дагестане. Кизляр стал первым городом, где был реализован проект по художественному оформлению энергетических подстанций, но, судя по всему, не последний. Луиза Раджабова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Кизляр. И о спорте. Глухое отрождение. Он доказывает, что для достижения цели нет никаких препятствий. Дагестанский боец-сурд-олимпиец Аскар Аскаров дебютирует в UFC. Свой первый поединок в лучшей лиге мира Хасавертовец проведет 22 сентября в Мексике. Курбан Рагимов посетил одну из тренировок и узнал, в чем феномен этого бойца. Спарринги в полный контакт, работа интенсивная. Это крайняя тренировка Аскара Аскарова перед вылетом. За две недели до поединка боец клуба Fighting Eagles отправится в Мексику. За океаном его ждет акклиматизация и сгонка веса. Соперником дагестанца станет универсал Брэндон Морено. Он входит в топ-7 дивизиона Мухачей UFC. Мы также нарабатывали и в стойке. У нас не так много времени было, чтобы что-то новое придумать. Мы просто дорабатывали то, что было у Аскара и в стойке, и в борьбе. И некоторые фишки, конечно, добавили. А удивлять 26-летний Аскаров умеет и не только своих соперников. История парня, который с рождения имеет проблемы со слухом, рушит стереотипы. Он не любит говорить об этом и привык доказывать, что сильнее всех обстоятельств. Ну, знаете, ему особо и не нравится, когда говорят, что ты глухой, глухонемой. Он не считает для себя пороком, что это проблема какая-то. Он как бы одаренный, от Всевышнего есть, у него дар. То, что он быстро воспринимает, очень хорошо думает. Он хитрый в борьбе, в бою, очень хитрый. Он мыслит хорошо, вот не слышит. Одно забрал, но другое Аллах у него развил на самом деле. Простой парень из села Камыш-Кутан Ахвахского района. У нас детство смотрел и мечтал попасть в UFC. В жизни скромной, в клетке Аскаров не знает себе равных. На его счету 10 побед, титул чемпиона ACB, плюс золото на Сурдолимпиаде по борьбе. Теперь мысли связаны с лучшими бойцами мира. В детстве он был очень такой шустрый, целеустремленный. Старался всегда до конца идти, даже в уличных драках. Он проигрывает, но все равно до конца и плакал, и до конца шел. С самого начала, когда он профессионал пришел, это его цель была подраться в UFC, потом выиграть титул. Сначала он это сделает. О дебюте Аскарова в UFC в Хасавирте знает каждый. Сейчас он главная звезда и надежда своего клуба. Его пример вдохновляет всю молодежь. Он меня мотивирует. Вот сейчас у него скоро будет бой. И приходится помогать ему во всех смыслах. Для подрастающего поколения, для всего города нашего, есть молодежи к чему стремиться. На кого равняться? Да, на кого равняться. Тренерский штаб команды уверен в успехе Аскарова. Победы хасавиртовцев в сильнейшем мировом промоушене поднимут ММА на новый уровень. Сейчас для бойцов создают все условия. Им остается только реализовать свой потенциал. Новый спортзал оснащен по последнему слову техники. К примеру, такой вот клеткой не может похвастаться ни один бойцовский клуб Дагестана. Тренировочные спарринги здесь максимально приближены к поединкам ММА. Открыл данный зал, совет Паша Дарвичич в первую очередь требует, чтобы здесь воспитали мужчин достойных, порядочных, которые будут представлять свой город, свою республику, свою страну на международной арене. Так что и в дальнейшем мы собираемся организовывать сборы. Да, здесь все рядом. Практически столовая, гостиница и зал. Все рядом. К развитию смешанных единоборств в Хасавюрте подошли основательно. В конце сентября здесь пройдет дебютный турнир новой лиги Каганат. Местные бойцы получат возможность сделать первые шаги в профессиональном ММА. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин